Из рабочих материалов пастель, карандаши и фломастеры. Сегодня в храме Михаила Архангела над рисунками своих защитников трудятся 28 владимирских подростков. Юля рисует ангела-хранителя впервые, но уже знает, как он должен выглядеть. Главное внимание девочка уделила крыльям. Мне кажется, ангел это существо, оно легкое, красивое. Мазки плавные, перетекающие, чтобы передать атмосферу крыльев. Существо, оно невидимое, но все равно, как ты его представляешь, такое, наверное, оно и есть. Акция «Крылья ангела» проходит по всей России уже несколько лет. Первыми ее подхватили московские дети. В прошлом году в храме Христа Спасителя к ребятам присоединились даже московские художники. Нарисовали больше 300 работ, но владимирцы участвуют впервые. Сегодня работают ученики художественной школы. Главная цель проекта – осознать, кто такой ангел-хранитель. Когда человек живет, мне кажется, что не каждый человек задумывается о том, где сейчас его ангел-хранитель и рядом ли он с ним или нет. И каждому из нас в освощи ждал ангела-хранителя. И зависит от нас, проводяем ли его по себе, что мы упускаем в свое сердце – духа слабый или духа добра. Педагоги уверяют, владимирские дети с духовной темой знакомы. Ребята к проекту готовились заранее. Выяснилось, что многие в церкви были и кто такой ангел-хранитель знают. Все они видят, ощущают эту атмосферу храма, это гармоничное состояние, которое здесь, спокойствие. И та тема, над которой они работают, ангелы. Я думаю, это все для них очень интересно, и полезно, и познавательно. И с точки зрения их духовного образования это им что-то даст. Работу владимирских школьников увидит вся страна. Их отправят в Москву, где пройдет всероссийская выставка по итогам акции «Крылья ангела». Валерия Саенко, Константин Миронов, 6 канал.